Андрей Булгаков провел выездное совещание в поселке Фрянова, проверил исполнение своих поручений. Так Фряновский стадион труд выглядел до прошлого года. Спортивному сооружению, если верить историкам, больше ста лет, а последняя реконструкция была еще в середине прошлого века. Износ оценивался в 100%. Ровно год назад глава городского округа Щелково уже был здесь, выслушал просьбы жителей и дал распоряжение привести стадион в порядок. За это время перемены налицо. Уже завершен первый этап реконструкции стадиона. Полностью обновлено футбольное поле, теперь оно с искусственным травяным покрытием и системой дренажа. Вокруг сделана беговая дорожка. Всю территорию стадиона огородили металлическим забором. Этим летом арену ожидает второй этап реконструкции. Во втором этапе у нас баскетбольная площадка, реконструкция появится вот здесь. Вот она отмечена. Волейбольная площадка на радиусе, чтобы люди могли проходить и играть. И силовая гимнастика, воркаут. Здесь ребята силовой гимнастика. Реконструкция ожидает не только непосредственно спортивные сооружения. Уже готовы бетонные основания для зрительских трибун. Их будет две, по сто мест каждая. Капитально отремонтируют административно-бытовой корпус. Мы искали умное решение, провели здесь экспертизу и выявили, что можно восстановить это здание, сделать полностью ремонт. И оно будет тогда полноценным. Важный вопрос второго этапа реконструкции Фряновского стадиона труд. Оборудование и системы освещения. Андрей Булгаков обратил на это особое внимание. Нет, мне больше свет волнует. В этом году надо делать. Я обещал, здесь свет, вечерние тренировки, как без света проводить. В настоящее время по второму этапу реконструкции проводятся конкурсные процедуры. Работы должны начаться во второй половине июня и закончатся до конца сентября. Фряновские спортсмены очень ждут новое современное спортивное ядро. С его вводом в эксплуатацию их, очевидно, станет еще больше. Во Фрянове Андрей Булгаков также обратил внимание на состояние дворовых территорий. В частности, пообщался с жителями дома номер один по улице Текстильщиков. В их большом общем дворе на несколько домов сделано комплексное благоустройство. Установлена детская игровая площадка. Но жители жалуются на протечки кровли, которую не ремонтировали несколько десятков лет. И попросили отремонтировать лавочки. По первому вопросу муниципальная управляющая компания уже готовится проводить работы. Вон протечки из-за крыши, вы видите. Из-за крыши? Крыша будет отремонтирована. Проблемы есть, но мы, как молодая управляющая компания, стараемся все это исправить. Поручение по всем жалобам и вопросам фряновцев глава дал руководителям профильных служб, которые присутствовали на выездном совещании. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. С этого это мая. Продолжение следует...